Всем привет дорогие друзья, с вами Сеня и сегодня я научу вас бросать гранаты на карте Дэнферно. Выпуск я разделю на две части, потому как очень большой объем информации, поэтому не будем терять время и начнем. Самой простой гранатой является Смокс Респа. Смокс Респа кидается вот таким вот образом с прыжка и должен упасть по центру медла. Кидается этот Смок для того, чтобы Контера не собирали никакой информации о террористах в начале раунда, а также очень важным этот Смок является именно тогда, когда вы знаете, что у соперника в руках АВП, например, Гвардия Нунави очень часто выходит чекать главку и отстрелить яму. Соответственно, этот Смок будет ему мешать, а если он попрется в него, выйдет, его можно будет легко законтролить. Этот Смок также кидается еще и с этой позиции, просто вы бежите с Респа и с разгона кидаете на уровне этого окна. Этот Смок очень важно потренировать, в принципе, как и все Смоки, потому как, если он упадет там на пиксель право, пиксель влево, соответственно, у Контеров появляется пространство или какая-нибудь такая вот щель или тут может появиться щель. Соответственно, вам ни в коем случае нельзя этого допустить. Соответственно, тренируйте этот Смок и отрабатывайте. Дальше неплохим Смоком является Смок, который отрежет хелпу. Кидается он отсюда, только вот это зелье начинается. Целитесь между этим уголком и карнизом и с маленького шажка. Вот он падает, полностью отрезает хелпующего и, в принципе, ему нужно будет далеко выбегать из него. Соответственно, явное преимущество у террористов. Хотя, можно кидать его чуть правее, тогда он взорвется и с большей силой, тогда он взорвется вот здесь. Однако, не переборщите, так как, если человек находится на дереве, ему как раз удобно, чтобы Смоки падали максимально близко к нему. Соответственно, самый идеальный Смок является где-нибудь вот такой вот. Вот такой. Дальше, граната связана с точкой Б. Это коктейль Молотова, который кидается террористом, который, наверное, при заходе является последним. Этот коктейль очень важен. Целиться нужно между фонарем и, опять же, крышей по середине. Вот тут вот более светлая балочка, может, кому заметно. Кидаете этот Смок над этой балочкой светленькой и падает он за двойные ящики, тройные. Если бы это был 1.6. Коктейль очень важен. Соответственно, например, террористы там закидывают точку Б, начинается заход и в это время отпускается коктейль. Коктейль отрезает полностью контуры, которые находятся здесь. Соответственно, ему нужно выбегать, там менять свою позицию. А так как заходит террор, он может отхватить флешку и, соответственно, он труп. Очень важный коктейль. Опять же, террористам не нужно сверять будет эту точку. То есть, они должны понимать, что основной контур или здесь, или здесь, или в тупике. Ну, или в фонтане он ослепный должен от ваших флешек. Соответственно, заход должен получиться на точку Б. Очень важный коктейль. Потренируйте. Смог на катушке. Кидается, упершись в эти бревна, посередине антенны. Однако, вы должны понимать, что... Немножко я промазал. Смог должен взрываться вот здесь вот в катушках. Но это опять же, все нужно потренировать несколько раз. Сейчас я именно рассказываю то, как все должно быть в идеале. Вы же должны потренироваться, попадать в эту щель. Я не буду заморачиваться. Ну и, наверное, важный смог на А. Смог на А. Это смог, который будет отрезать вам библиотеку. При раунде, например, зажим Б. Целиться вы должны по... По круглодеревянному колесу. Или что это. И, упершись в стену, прицел на уровне этой желтой наклеечки. Целитесь между углами ратуши. И с шага кидаете смог. В идеале он должен упасть именно вот таким. То есть, по центру. Соответственно, контр вас не видит. Ему нужно выпираться, выбегать и делать какие-то агрессивные вещи. И, в принципе, вы можете его законтролить. Вам же очень удобно под этот смог пробегать контровский раз. На этом все. Первый выпуск закончен. Следите за обновлениями. До свидания. С вами был Сеня. Продолжение следует...